Стростроенным содержание какие доски лучше использовать для стропил в качестве стропил используют брезные доски естественной влажности брезные доски камерной сушки строгоные доски камерной сушки Давайте для начала сравним доски естественной влажности и камерной сушки Главное их отличие в количестве влаги внутри пиломатериала Доска камерной сушки содержит значительно меньше влаги, чем доска естественной влажности Приведем данные в цифрах Рассмотрим в качестве примера сруб 6х6 метров На кровельную систему сруба потребуются доски на стропила и обрешетку А также бруски на контрабрешетку В среднем это 3 кубометра пиломатериала 1 кубометр доски камерной сушки весит порядка 500 кг Тогда как вес 1 кубометра доски естественной влажности составляет 750 кг Это значит, что в кубометре доски естественной влажности на 250 кг больше влаги по сравнению с досками камерной сушки То есть на 3 кубометра доски естественной влажности приходится на 750 кг больше влаги по сравнению с досками камерной сушки Чем это чревато? Дело в том, что в стропильной системе доска буквально запечатывается со всех сторон. Снизу пароизоляционной пленкой, по бокам утеплителем, сверху гидроизоляционной мембраной и кровельным материалом. Поэтому, если использовать доски с высоким уровнем влажности, они будут преть. В скором времени покроются плесенью и постепенно сгниют. Кроме того, доска будет отдавать лишнюю влагу, которая впитается в утеплитель. В результате утеплитель отсыреет, потеряет свои теплоизоляционные свойства и в помещении будет холодно. Казалось бы, доски естественной влажности можно использовать в неутепленной кровли. Так как в конструкции нет утеплителя, доски проветриваются и влага из них испаряется, не задерживаясь внутри кровельной системы. Это значит, что стропила не сгниют. Действительно, доски естественной влажности можно использовать в неутепленной кровли, но есть один нюанс. Их необходимо предварительно просушить. Просушить доски получится только в летний период, так как температура воздуха позволяет испариться лишней влаги из доски. Но надо учесть, что эффективная сушка материала – это процесс небыстрый и может занять до месяца. При естественной сушке рекомендуется защитить их от осадков и от агрессивного воздействия ультрафиолета навесом или тентом. Сушить пиломатериалы естественным образом в осенне-зимний период не получится, так как обычно уже с сентября температура воздуха снижается и начинаются дожди. То есть время, когда можно качественно просушить доски естественной влажности, ограничено погодными усоловьями. Таким образом, качественно просушить пиломатериалы можно только летом. При этом стоит понимать, что процесс естественной сушки займет много времени и потребует правильной организации места хранения. Если монтировать свежепиленные влажные доски, они будут неравномерно сохнуть в конструкции. В результате доски с большой вероятностью покоробятся. В отличие от монтажа уже покоробленных, но сухих досок, использование влажных пиломатериалов может повлечь за собой значительный ущерб. Дело в том, что покоробленные доски прошли усушку и не деформируются после монтажа. В то время как влажные доски при усушке в большей или меньшей степени деформируются в каркасе. И сложно предугадать, насколько сильно и в какую сторону их поведет. В любом случае, это скажется на геометрии кровли. Поэтому, чтобы избежать деформации кровли и гниения стропил, в стропильной системе категорически нельзя использовать доски влажностью более 20%. Лучший вариант для стропил – это доски камерной сушки. Пиломатериал усохнут в сушильной камере равномерно, поэтому риск деформации таких досок после монтажа минимальный. Кроме того, доска имеет низкий уровень влажности, а значит она не сгнет. Итак, мы выяснили, что для стропил нужно использовать доски с низким уровнем влажности. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать именно доски камерной сушки. Такие доски бывают двух видов – обрезные и строганные. Давайте сейчас с вами подробнее рассмотрим, какие из них лучше использовать для стропил. Геометрия доски Если сравнивать строганные и обрезные доски, важно обратить внимание на такую характеристику, как четкие размеры. Строганные доски прошли острожку и не допускают отклонения от рабочих размеров. Например, при покупке доски сечением 50 на 200 мм, вы можете быть уверены, что на всех участках доски ее толщина будет равна 50 мм, а ширина – 200 мм. Чего нельзя сказать об обрезных досках, которые по ГОСТ допускают отклонения от рабочих размеров, именуемые в простонародье волной. Например, обрезная доска сечением 50 на 200 мм может иметь отклонения как в большую, так и в меньшую сторону. Так, на одном участке ширина может равняться заявленным 200 мм, на другом участке – 202 мм, а на следующем – 197 мм. Но даже такие небольшие отклонения в пару мм могут привести к тому, что в последующем кровельный материал ляжет неровно. Чтобы быть уверенным, что кровля ляжет ровно без волн, для стропил необходимо использовать доски без отклонений в размерах. Поэтому рекомендуем выбрать в качестве стропил именно строганные доски, которые имеют четкую диаметрию. Использовать обрезные доски тоже можно, но их придется подгонять под единый размер. А значит, на монтаж обрезных досок уйдет больше сил и времени по сравнению со строганными досками. Поверхность доски Следующая важная характеристика при сравнении строганных и обрезных досок – тип поверхности. У строганных досок поверхность гладкая, у обрезных – шершавая. Казалось бы, стропила скрываются под кровлей и здесь не важно, какая у доски поверхность. Но этот критерий имеет значение при укладке утеплителя. Так, если для стропил используется обрезная доска, утеплитель будет цепляться за шершавую поверхность и местами образуются заломы. Из-за замятости утеплитель не сможет выполнять свои функции на 100%, так как он эффективно сохраняет тепло, только если уложен ровно. Чтобы расправить утеплитель и устранить все заломы, придется прикладывать дополнительные усилия и тратить больше времени. Если в качестве стропил используется гладкая строганная доска, при укладке утеплитель не будет цепляться за нее и ляжет между стропилами ровно. Таким образом, строганная доска позволяет произвести более качественный и быстрый монтаж утеплителя по сравнению с обрезной доской. Впитываемость защитного состава. Еще одна характеристика, имеющая значение при выборе между строганной и обрезной доской, это впитываемость защитного состава. Перед монтажом обязательно нужно обработать доски со всех сторон, и расход защитного состава зависит от покрываемой поверхности. Строганная доска имеет гладкую поверхность, так как в ходе строгания поры древесины закрылись. Следовательно, впитываемость у строганной доски снижается. В отличие от строганной доски, обрезная доска имеет шершавую пористую поверхность, которая лучше впитывает наносимый состав. Соответственно, его расход увеличится. Высокая впитываемость – это плюс обрезной доски, так как состав проникает глубже и материал защищен лучше. Но когда речь идет о стропилах, это не столь значительное преимущество, так как стропила под кровлей и так скрыты от дождей и ультрафиолета. Поэтому для надежной защиты стропил от биопоражения достаточно того количества защитного состава, который способен впитать строганная доска. И в этом случае даже выгоднее брать для стропил строганные доски, так как у них расход защитного состава меньше. Итак, сравнив доски естественной влажности и камерной сушки, мы выяснили, что для стропил необходимо использовать доски камерной сушки. Они имеют низкий уровень влажности, а значит не деформируются после монтажа и не сгниют при эксплуатации. При выборе между строганными и обрезными досками камерной сушки, мы выяснили, что строганные доски имеют четкую диаметрию, в то время как обрезные допускают отклонения от рабочих размеров. Это значит, что обрезные доски придется подгонять под единый размер, что потребует больше времени и усилий при монтаже стропил. Еще одна разница между строганной и обрезной доской в том, что строганная доска гладкая, а обрезная шершавая. Соответственно, между строганными досками утеплитель ложится без заломов, а в случае с обрезной доской утеплитель цепляется за шероховатую поверхность и могут образоваться замятости, что в свою очередь скажется на теплоизоляционных свойствах утеплителя. Выбирая между обрезной и строганной доской, многие ориентируются только на ценовую категорию. Но при строительстве такой ответственной конструкции, как стропильная система, в первую очередь нужно обратить внимание на качество конечного результата и удобство монтажа. Правильный выбор материала гарантирует надежность и долговечность кровли, а также экономит немало времени и сил при строительстве стропильной системы. Продолжение следует...